Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Ольга Цветова. Здравствуйте! Тема, что ни на есть животрепещущая – сотовая связь и корпоративная дисциплина. С 1 мая на территорию Нижнекамск-Нефтехима нельзя будет проносить сотовые телефоны, не имеющие специальной маркировки. Об этом и не только. Ближайшие 20 минут. Ограничение пользования мобильным телефоном для работников Нижнекамск-Нефтехима в течение рабочего дня давно стало темой многочисленных разъяснений. Давайте постараемся разобрать все причины, почему предприятия вынуждены идти на такие меры. Если бы телефон только звонил. Он ведь умеет еще снимать видео и фотографировать. Так как же прикажете оберегать предприятию свои секреты? А ведь Нижнекамск-Нефтехима есть, что охранять от стороннего взгляда. И в первую очередь это интеллектуальная собственность компании. К примеру, на заводах группы компаний Samsung объективы сотовых телефонов посетителей перекрывают со специальными наклейками. Ряд крупнейших европейских автопредприятий также запрещают проносить мобильники на территорию своих заводов. Ведь коммерческая тайна, запечатленная гаджетом и переданная современными средствами связи, за несколько секунд перестает быть таковой. К сожалению, мобильное устройство можно использовать как детонатор. Эти факторы нельзя не учитывать особенно сегодня, когда во всем мире существует террористическая угроза. Если даже особых секретов нет, то зловредный сотрудник гипотетически может с помощью своего телефона помогать, к примеру, грабителям. Да, как видите, причин для ограничений сотовой связи на таком режимном объекте, как Нижнекамск-Нефтехим, предостаточно. Вот почему так важно с пониманием подойти к запретам проноса смартфонов на территорию предприятия и не воспринимать подобные ограничения, как ущемление личной свободы. Во главе угла было и остается предотвращение любой утечки рабочей информации компании и безопасность самих работников. Однако никто не снимает со счетов, что сотовая связь это удобно и даже необходимо с точки зрения оперативности решения каких-либо производственных задач. Понимая это, руководители предприятия дали зеленый свет для осуществления второго этапа амбициозной программы по развитию внутренней корпоративной связи. Такое решение — это результат последовательной политики руководства в части улучшения качества труда работников. Первый этап этой программы внедрили еще четыре года назад. Речь идет о так называемых известных красных телефонах. Тогда, в конце 2014 года, их в качестве эксперимента раздали пяти тысячам работникам объединения. Такая практика дала ощутимый положительный результат, который наглядно доказал внедрение внутренней мобильной связи ФМС на территории предприятия — дело перспективное и верное. Сегодня популярность этих телефонов огромная, и в настоящее время есть возможность обеспечить данной связью всех работников Нижнекамской Техима, кто этого пожелает. Мы хотим, чтобы были удовлетворены взаимные интересы и работника по отношению к предприятию, и предприятия по отношению к работнику. Да, давайте сделаем так. Если, значит, работник не против, мы разрешаем, чтобы у него телефон. Я говорю сейчас мы, вот имя не руководства, а специалистов, ну, общего решения, соответственно, 88-му приказу. Мы говорим, пусть телефон работника будет включен весь день его работы. Это будет его телефон, и это будет его сим-карта, и он может как позвонить куда-то, так принять звонок откуда-то, и все свои вопросы и сложности, в принципе, по ходу работы порешить. То есть он будет со связью. Его интересы будут удовлетворены полностью, и он будет счастлив. То есть с точки зрения со связи. Но в этом случае и предприятие хотело бы, чтобы работник учел интересы этого предприятия. А именно, нужно, чтобы его телефон имел доступ к ФМС-связи. Итак, что же такое ФМС-связь? ФМС-связь – это опция, которая может быть подключена к вашему основному мобильному тарифу. Данная опция позволяет общаться без ограничения внутри закрытой ФМС-группы. В группу ФМС могут войти коллеги, родственники, друзья. Размер абонентской платы за ФМС-связь – 24 рубля в месяц. Работник, входя в эту группу, он получает две возможности. Первое – он может позвонить кому угодно из этих пяти тысяч человек. Ему могут позвонить любой из пяти тысяч человек. Таким образом, он становится полноправным членом этой группы. – Корпоративные группы Нижнекамск-нефтехим. – Корпоративные группы мобильной сотовой связи Нижнекамск-нефтехим. – Так это же замечательно. Кроме того, эта функция безлимитная, то есть никаких ограничений по времени разговора не существует. Такая почти бесплатная связь выгодна со всех сторон. И не только для предприятия и ее работников, но и для всех других ее абонентов, подключившихся к группе ФМС в виде установки дополнительной опции на своей личной сим-карте. Другими словами, вы можете подключить к этой услуге всех своих родственников, друзей, которые не являются работниками Нижнекамска-нефтехима, но всегда быть с ними на связи. – Вот тут как раз идет вход в понятие «мама». – Да. – Знаете, те, кто вырос в Нижнекамске, кто вырастил детей в Нижнекамске, все прекрасно знают, у нас город уникальный тем, что мы своих детей растим немножко дистанционно. Мы находимся на двух холмах. На одном холме Нижнекамск, на другом – наше предприятие. И вот эти 8 километров – это столько забот и нервов. Ребенок, который приходит, хорошо в одном садике, когда он в школе, да с первого класса, да бабушки нет. Он приходит, ему нужно рассказать, где лежат котлеты, как их погреть, какие уроки задали, как их выучить и так далее. Я знаю трафик, сколько телефонов на номера 37, связанных с городом постоянно. Такой предмет имеется. Поэтому мы говорим. ФМС-связь в этом случае – прекрасный выход даже для таких случаев. Потому что ребенок не только сидит возле телефона, и мама его стоит контролировать. Он убегает играть, гулять на улицу, пропадает. И тем более, если он маленький, а если там какие-то условия еще сложные, то материнское сердце рвется, наверное. У него, конечно, есть сотовый телефон. Вот если посмотреть реалии, то обычно мамы в 500 рублей в месяц не укладываются. Имея у ребенка свой телефон и телефон у ребенка, например. Потому что ее постоянно приходят контролировать. Мы говорим в этом случае. У вас, у мамы, уже есть ФМС-связь. Она или красный телефон, или она дополнительно включила. Поэтому она со своим телефоном может разговаривать. Мы предлагаем. Ничего не стоит сложного включить такую же ФМС-вход в ФМС-группу вашему ребенку. То есть это возможно? Да, конечно. Там есть специальная форма заявления. Единственное, что нужно указывать фамилию, это кто заключал договор. Вот на кого договор, эту фамилию, роспись. И к нам это уже заявление. На такой-то номер включить ФМС. Эти же 24 рубля в месяц. И, пожалуйста, можно разговаривать с ним. Лимита ограничения времени же нет. Поэтому за 24 рубля вы можете контролировать свой ребенок. То есть, находясь на территории Нижнекамска-Невтихима, мама может позвонить, узнать, что в данный момент... Она может звонить многократно. Она может контролировать ни одного ребенка, там нескольких, мало ли. Есть престарелые родители, которые забывают проблемы с памятью, проблемы с ее собственной жизнью. Ну, это сложно. Когда в семье нет возможности все время быть, находиться рядом, это очень сложно. Я бы хотел сказать... Это не говорит о том, что мы отвлекаем работника от основной деятельности. Да, вот здесь тоже вопрос. Возвлекаем. Потому что, к сожалению, у него выбора нет. Он ведь все равно контролирует. Только он контролирует по телефону на 37. Он по своему, ну, по своему, не своему служебному телефону. Я не зря сказал, что трафик на город огромный. Они же все равно контролируют. Они же все равно это делают. Все равно звонят, спрашивают, безусловно. Совершенно верно. Поэтому вот эти вот вещи, когда можно работников, членов семьи работникам подключать, это очень хороший выход. Мы обговорили с отомператором, он это очень с хорошим... С настроением воспринял, да? Да, он очень положительно воспринял. Сколько можно родственников подключить на ФМС? Ну, вот когда мы начинали в эту всю связь, в ФМС, группу 5000 номеров, нам хватило 4, значит, номера. То есть 4 девятки – это 10 тысяч номеров. Поскольку мы сейчас имеем 5000 номеров уже ФМС, наши эти красные телефоны, плюс порядка 12 тысяч наших работников, плюс около 8 тысяч сторонних организаций, это получается уже где-то порядка 25 тысяч. Ну, и мы прогнозируем, до 15-20 тысяч может быть и родственников. Общее количество в ФМС-группе может быть от 30 до 50 тысяч. Ну, это 5 номеров, 5 цифр в номере. 5 цифр обеспечивают до 100 тысяч номеров. До 100 тысяч мы, конечно, не доберемся, а вот порядка 35 тысяч номеров ФМС, коротких номеров, мы вполне можем потянуть, и сотовый оператор это воспринимает очень положительно, и добро у нас на это уже получено. Так что, в принципе, мы вот переходим сейчас на 5-значный номер и будем работать в этом плане. То есть, в принципе, каких-то существенных ограничений в этой области нет? Нет, да, то есть, какое количество там я захочу, к примеру, подключить на ФМС, включая детей, друзей, родственников и так далее. Ну что ж, очень хорошо. Уже сегодня войти в ФМС-группу хотят свыше 2 тысяч сотрудников компании. И это неудивительно, поскольку данный вид связи очень удобный и ненакладный. Функция стоимостью всего 24 рубля в месяц будет приплюсована к вашему основному тарифу, и вряд ли это вас разорит. Как простому работнику стать членом группы ФМС? Это очень просто. Мы специально разработали, как в приложении приказываю, мы специально разработали форму, где написано, я, Иванов, такой-то, фамилия, имя, отчество, прошу подключить мой федеральный номер, указывает номер, подключить к этому номеру ФМС-опцию, опцию входа в ФМС-группу. И у нас есть уже договоренность, мы вместе с оператором такую функцию ему включаем, и с этого момента он становится доступен как обычный федеральный номер, так и короткий номер ФМС-связи. Вот всегда спрашивают, а тот мой всефедеральный 10-значный номер, он будет работать? Да, конечно, он будет работать, и вы будете иметь возможность принять на этот номер звонок, позвонить, используя этот федеральный номер, то есть там он работает без ограничения. Поэтому, если ему позвонит родственник на федеральный номер сим-карты, телефон зазвенит и ответит, и работник будет с ним разговаривать как по федеральному номеру. Если ему позвонить начальник цеха с красного телефона, то он отреагирует как короткий номер, и он будет разговаривать с ним по ФМС-связи. Теперь получается, что человек, выйдя с территории Нижнекамск-Невтихим, придя домой, может достать сим-карту, вставить в свой любимый гаджет со всеми функциями интернета, там, да, всевозможными приложениями, и снова, то есть, общаться. То есть, получается, здесь на работу пошел, вставил сим-карту в красный телефон, и ты спокойно... Вставил в правильный телефон. Да, и ты общаешься спокойно на территории Нижнекамск-Невтихима, разговариваешь, у тебя есть возможность пообщаться с родственниками, с коллегами, все, то есть никакой... Вернулся обратно домой, пришел, вышел с предприятия, вставляя его в мощный телефон и общаясь в интернете, в соцсетях, где угодно, но за территорией. Это один из способов, как поменять телефон, когда приходишь. Можно вообще не менять. Можно жить с этим красным телефоном. Можно жить с этим красным телефоном, можно купить новую сим-карту на этот красный телефон, специально на этот красный телефон, вставить его в этот красный телефон и сделать переадресацию с того номера, где вам звонят на тот большой вам телефон, переадресацию сюда. Поэтому вы можете оставить свой мощный умный телефон дома. Когда на него будет звонок, он автоматически перебросит вам в карман на красный телефон. И даже сим-карту не надо будет менять. Если вы захотите позвонить, вы позвоните с этой сим-карты. Придете домой, будете общаться по тому телефону обычному. Поэтому, в принципе, это вот только два самых простых. Или поменяй сим-карту, или теперь адресацию с одной сим-карты на другую сделай. Но я бы хотел сказать, вы знаете, нет более разносторонних и талантливых людей, чем в России. Поэтому я не сомневаюсь, что они еще 50 способов придумали. А вот придумать что-то с моделью мобильника для FMC-связи вряд ли получится. Здесь все предельно ясно. Он не должен быть смартфоном. Самый простой. Без возможности фото-видеосъемки. К корпоративным стандартам уже определен вид телефона. Ну, не буду говорить про свет. Цвет, в принципе, любой. Но вид телефона, модель телефона, известная всем. И нужно принести эту модель в цех связи. У нас есть средство связи, средство специальное, которым мы наносим вот эту вот картиночку, трехлистник. Ну, это лазерный такой прибор, который рисует. А в какой кабинет нужно обратиться? Вот прям конкретно я пришла с телефоном в здание. Центр по связи. Куда мне пойти? Как только мы начнем... Вопрос только начинается сейчас. Как только мы начнем это делать, мы даже специально сделаем объявление. А, все понятно. Выделим человека, который будет их там встречать, забирать. То есть не забудется. Нет, он не забудется. Все, замечательно. Мы объявляем, что мы все телефоны, которые нам будут представлены, мы промаркируем и таким образом позволим, так сказать, обеспечим возможность пользования. Хорошо, Александр. По сторонним предприятиям. Вот как раз, да, вопрос. Вот условия для дочерних предприятий те же? Для дочерних предприятий абсолютно те же условия. Ведь группа ФМС одна. Их не может быть много. Она одна. Служебная мобильная связь Нижнекамск-Нехтехима. Это ФМС-связь. А вот что же будет с 1 мая с теми работниками, которые попытаются пройти на территорию Нижнекамск-Нехтехима со своими старыми, привычными гаджетами? Как техническая служба, служба связи, я могу сказать, что этот вопрос немножко не по адресу. Больше бы его задать службе безопасности. Ну так, на скидку. Ну, могу только так предположить, что, наверное, их с этими телефонами не пропустят. А если эти телефоны обнаружат на территории, ну, цена у нас известная. Работник лишается месячного премирования. Понимая, что премия у нас сравнима с величиной оплаты труда месячной, то это очень дорогое удовольствие. Существенно. Ну что ж, второй этап программы по внедрению внутренней корпоративной связи на территории предприятия в полном разгаре. Принять эти условия или нет – дело, конечно, каждого из нас. Однако, хочется отметить, что все это делается в первую очередь для защиты компании от всевозможных угроз, а во вторую очередь – для удобства самих работников объединения. Это была программа «Тема дня» и я, Ольга Цветова. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова